Ранее майская жара разбудила забытого врага. Жители Сурского района столкнулись с нападением черной мошки. Местные жители не припомнят нашествие такого масштаба. Как отмечает первый замглавы администрации Сурского района Максим Ведерников, история с таежной мошкой началась после аномально жаркого лета в 2010 году. Активно мошка атакует несколько недель, после чего пропадает. Мы на данный момент организовали обкос территории, то есть населенных пунктов. Как мы по предварительной информации знаем, что вот эта вот личинка, она формируется именно вот на траве. И, соответственно, сейчас организован вот обкос территории, населенных пунктов обкосим. Думаю, этот результат тоже нам какой-то даст. И, соответственно, уже с ним природы плотнее будем общаться по обработке. Коровы-кормилицы задохнулись насекомыми, попавшими в дыхательные пути. А людей вредители покусали так, что лечить пораженные места придется больше недели. Главврач Ульяновского кожно-минералогического диспансера утверждает, что укусы этих насекомых не могут привести к летальному исходу. Зуд и боль можно снять, обработав кожу спиртовым раствором. Если человек склонен к аллергическим реакциям, следует принять антигистаминный препарат. Проблему лучше предупредить, считает доктор Магомедов. Народные средства могут выручить перед выходом на улицу. Это применение каких-либо резко похожих таких веществ, как вот, например, в народе применяют масло гвоздики, всякие другие такие пищевые, такие ароматизаторы, которые отпугивают этих животных. Особых таких средств, которые можем мазать кожу, чтобы отпугивать этих мошек, нет. Вообще, мошка, их разновидностей очень много, около двух тысяч, а черная мошка, которая у нас живет уже давно, в большей степени они живут в Сурском районе. Откуда взялась эта напасть у ульяновских ученых и специалистов Минприроды есть версия. Да, это вырубка леса в далекие 80-е годы, но на сегодняшний день вырубка леса в зоне размножения мошки не проводилась, поэтому говорить о том, что это произошло по вине лесного хозяйства, наверное, рано и неправильно. Сейчас травить насекомых уже поздно. Химические препараты мошку не возьмут, но нанесут вред остальным видам. Черная мошка размножается на территории водоохранных зонах водоемов, в основном чистых холодных родников в виде личинок. И черную мошку можно только регулировать, уничтожать путем обработки места ее обитания личинок в осенний и весенний период. В августе организуют экспедиции по поиску мест обитания мошки. В сентябре и октябре приступят к обработке. Распылять планируют нехимический яд, а биопрепарат, поедающий личинки. Процедуру повторят в апреле и мае. Глава региона лично проконтролирует ситуацию. Чтобы избежать нападений в дальнейшем, истреблять мошку необходимо ежегодно. Виктория Черкова, Герман Баранов, Улправда ТВ.